Ежегодно в России образуется около 350 тысяч тонн отходов 1-2 класса, из которых на добросовестную переработку отправляется примерно 1,5%. Это отходы, которые при попадании в окружающую среду наносят и, по сути, делаем поправимый ущерб. До настоящего времени, к сожалению, как таковой системы обращения с промышленными отходами в нашей стране не существовало. Предприятия, которые сегодня принимают отходы, их просто хранят. До сих пор основная масса отходов 1-2 класса попадает в природную среду, в результате чего происходит постоянное увеличение накопления экологического ущерба. Именно поэтому в структуре национального проекта «Экология» был создан федеральный проект «Инфраструктура для обращения с отходами 1-2 классов опасности», успешная реализация которого позволит решить эту масштабную экологическую проблему. В рамках федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами 1-2 классов опасности» создается государственная информационная система учета и контроля с обращением с отходами 1-2 классов, сокращенно ГИС ОПВК, для информационного обеспечения деятельности по обращению с отходами. Обеспечивать функционирование ГИС ОПВК будет федеральный экологический оператор. Предприятие госкорпорации «Росатом» назначенное распоряжением правительства федеральным операторам по обращению с отходами 1-2 классов. В ГИС ОПВК будет аккумулироваться информация обо всех участниках сферы обращения с отходами 1-2 классов. Предприятия отходообразователей разместят в системе сведения о видах образующихся отходов, источниках и нормативах образования, местах накопления, лимитах на размещение. Операторы по обращению с отходами, имеющие необходимую лицензию, предоставят данные о фактическом количестве образующихся отходов 1-2 классов, об объектах обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов, а также о планируемом строительстве, реконструкции и выведении из эксплуатации данных объектов. С 4 квартала 2021 года ГИС ОПВК будет официально введена в промышленную эксплуатацию. С этого момента все отходообразователи, в процессе деятельности которых образуются отходы 1-2 классов, операторы по обращению с данными отходами и региональные операторы по обращению с ТКО должны будут предоставлять полную и достоверную информацию в ГИС ОПВК. Система будет прозрачной и понятной. В ней предусмотрены личные кабинеты отходообразователей и операторов, а также модуль для договорной работы, которая будет осуществляться исключительно на платформе ГИС ОПВК. Для удобства пользователей предусмотрена интеграция с другими государственными информационными системами, чтобы не требовалось повторно вносить содержащиеся в них данные. Федеральный экологический оператор будет осуществлять контроль своевременности и достоверности информации, представляемой в ГИС ОПВК, посредством ее верификации со сведениями, содержащимися в федеральном классификационном каталоге отходов и иных официальных источников. Система позволит в режиме онлайн контролировать потоки движения отходов от источников их образования до мест переработки, производить учет, выявлять правонарушения, выстраивать оптимальную логистику, строить прогнозы, моделировать наилучшее размещение инфраструктуры и нормировать негативное воздействие на окружающую среду. Тестирование отдельных модулей ГИС ОПВК началось 1 сентября 2020 года. Участие в тестировании позволяет предприятиям, отходообразователям и операторам по обращению с отходами заранее начать работу по внесению данных о своей деятельности в ГИС ОПВК для комфортного и своевременного перехода к требованиям нового законодательства. За первый квартал с начала тестирования к системе подключилась почти половина субъектов Российской Федерации. Задача по созданию современной и экологически безопасной системы управления всей цепочкой, от образования отхода до его переработки во вторичную продукцию в масштабах нашей страны решается впервые. Отходы первого-второго классов больше не будут загрязнять природу, а вернуться в хозяйственный оборот, став частью экономики замкнутого цикла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok